На встрече с бизнесменами Светлана Мельникова рассказала о первых шагах музея по возрождению усадьбы Муромцева. Здесь проводятся экскурсии, работают два выставочных зала. Идет серьезная научная и собирательская работа. В дальнейших планах в СМЗ возродить территорию усадьбы, в том числе систему каскадных прудов, и создать на территории Муромцева новое музейное пространство. Русский центр, посвященный истории русских эмигрантов. Хозяин этой усадьбы разделил судьбу страны. Он оказался русским изгнанником, посланником и закончил свои дни в Избадении в Германии. И нам показалось, что эта усадьба может стать местом, где мы расскажем молодежи об этом очень непростом периоде русской истории. Также в планах Владимира Суздальского музея-заповедника включение усадьбы Хроповицкого в туристические маршруты. А в мае в рамках пасхального фестиваля в Муромцево выступят молодые солисты Мариинского театра. А для русского центра планируется создать специальный фонд. Местные власти заверили музейщиков в готовности оказать посильную помощь. Мы готовы эти руки подставить. Я думаю, что с бизнесом, когда поработаем, они тоже не откажутся от того, чтобы поучаствовать и рублем, и делом, и какой-то, может быть, еще иной помощью в том, чтобы у нас эта проблема решалась, и дело возрождения усадьбы двигалось. Несколько бизнесменов Судогодского района готовы помочь восстановлению усадьбы уже сейчас. Собравшиеся отметили, создание русского центра позволит обеспечить жителей района рабочими местами и поспособствует развитию местного туристического бизнеса. По итогам встречи Судогодский районный совет работодателей принял решение о сотрудничестве с музеем-заповедником. К слову, свой вклад в восстановление усадьбы Храповицкого сможет внести каждый житель Судогодского района. После создания фонда его реквизиты напечатают в районной газете. В дальнейшем эту информацию планируется распространить по всему региону, чтобы помочь восстановить усадьбу мог каждый.